Клан Назарбаева продолжает терять позиции. Два зятя Елбасы покинули руководящие посты в крупных казахстанских компаниях. Димаш Досанов ушел с поста главы АО «Кастрансойл» и Кайрат Шерибаев с поста председателя правления АО «Национальная компания КазакГаз». Досанов по сообщениям в СМИ муж младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии, а Шерибаев женат на старшей дочери первого президента Казахстана Дариге. Итак, обсудим разборки внутри казахстанских элит с политологом Аркадием Дубновым, экспертом по странам Центральной Азии. Аркадем Ильич, здравствуйте. День добрый, вечер добрый. Скажите, пожалуйста, вот тот факт, что двух высокопоставленных руководителей национальных компаний, одновременно родственников дочерей Назарбаева, мужей дочерей Назарбаевой Азиоцьев, убрали с высоких позиций. О чем это говорит вообще? Какие выводы мы можем сейчас сделать по этому поводу? Ну, первое, что я могу сказать, как отец дочерей, дочь невозможно убрать, да, можно убрать только ее мужа, и то в одном случае он, так сказать, гражданский муж. Шутка. Серьезно, да, окружение ближайшее Нурсултана Абишича, дай бог ему здоровья, теряется в своей позиции и отстраняется от руководящих постов, которые они занимали благодаря, так сказать, счастливой судьбе, которая их связала с дочерьми Елбасы. Я думаю, что это последовательная совершенно политика нынешнего президента Такаева. Замечу вскользь, что, что касается Кайрата Шарибаева, главы КАЗ-Транс-ГАЗа, это должно было случиться гораздо раньше, в первые же дни января, после вот этого скандального, так сказать, триггера, который оказался, да, который триггернул весь этот переворот фактически, да, когда поднялись цены на газ в результате, в общем, достаточно случайного, скажем так, вывода ценообразования на сжиженный газ на электронные торги, чему, в общем, конечно, за что не считает ответственность глава КАЗ-Транс-ГАЗа, да. Его имя тогда уже и звучало в качестве ответственного, да, но, видимо, он думал, что его не коснется вот эта полга, и она его не сметет. Может быть, он уже предполагал, что есть люди гораздо более важные в этом клане, например, силовики, племянники патрона, и они не дадут развалиться этому клану, но вот так вот не вышло. Так что все идет по тому сценарию, который сегодня, кажется, очевидным. Касым Жамар Кемелевич, Такаев, прибирает и консолидирует то, что остается в его распоряжении. Не так много, но и не так мало. Так что я не буду сейчас гадать, чем это закончится, но очевидно, что, так сказать, силовой навес, который был продемонстрирован российским, так сказать, с помощьюствованием в виде войска ДКБ, серьезно укрепил, с одной стороны, его власть, а с другой стороны, дал ему возможность, избавившись от этого навеса, показать, что он слышит народ, он понимает, что битное пребывание иностранных войск вредит его легитимности и оскорбляет самоуважение казахов. Так что теперь ему остается двигаться по пути экономических реформ, модернизации, в чем пока мало кто уверен, что у него получится. Ну, посмотрим. А будет ли их сажать? То, что их сняли с постов большой госкомпании, это пока выглядит очень мягко, не демонстративно, они, оставляясь на свободе, потенциально, наверное, составляют угрозу для Такаева, родственники Назарбаева и вообще его окружения. Вот эти-то, вот эти-то издетья угрозы. Да перестаньте. Никому я не представляю, дай бог, что они унесут ноги живыми и сохранят какие-то свои авуары. Один из них гораздо более влиятельный, может быть, это гражданский муж Дарьги Назарбаеву, благодаря тому, что Дарьга знатный политик, так и не оставивший своих амбиций, в том числе и даже президентских, хотя все понимают, что это былый пар. Но тем не менее, все-таки его положение в этой обойме власти было более значительным, чем у мужа младшей сестры Али, которая, извините меня, по недоразумениям, по недоумию так подставила себя несколько дней назад, когда опубликовала пост в Инстаграме с письмами, якобы рассказав про письма, которые получает ее папа в свою поддержку, а потом выяснилось, что геолокация позволила определить, что она за пределами Казахстана, и это, конечно, не повышало рейти всей семьи. Короче, арестуют их или не арестуют, я не думаю, что это главное. А уж точно под суд их не будут отдавать, поверьте мне. Для этого надо преодолеть договоренность межелитную, которая, я думаю, сегодня существует между кланом Назарбаева и, так сказать, наследующим ему Такаевым о том, что надо поостерегаться сегодня, наносить видимые и очевидные удары по Назарбаеву и его окружению в целях какого-то такого сохранения символа Назарбаева как основателя современного государства. Не думаю, не думаю, ответ на ваш вопрос может быть положительным. Их не будут судить. Чем потенциально может отплатить Такаев за помощь России вот в этом государственном перевороте, который произошел на самом деле? Совершенно верно. Ну, это, конечно, я бы сказал, это не переворот, это контр-переворот. Переворотом была попытка людей Назарбаева сместить Такаева. На что Такаев ответил контр-переворота? Ну, если уже следовать, так сказать, терминологии и хронологии событий. Как вы сказали, чем... Чем можно ответить, да, ответить Такаев на вот этот вот реверанс со стороны Путина и ОДКБ? Ну, он потихонечку отвечает. Он, так сказать, спокоен. Его характер, он довольно выдержанный, да. Он не взрывается, как некоторые другие деятели в этой части света, согласно южно-восточному темпераменту. Я думаю, что, ну, во-первых, он уже назначил первым вице-премьером правительства в этом новом составе, не казаха. Роман Скляр стал первым вице-премьером. Это первый не казах. Я не могу сказать, это украинец, белорус или русский, но это точно русскоязычный. Это первый не казах такого этнического, как бы, разряда, который оказался в составе казахстанского правительства за последние, наверное, лет 20, да. Такого давно не было. Это первое. Второе, он ответил на упреки в адрес, так сказать, извините, кавычки русофобской дряни, кавычки закрывается, которым наградил Примаков-младший, великий наш дипломат и наследник великого дипломата, да, министр информации Казахстана Умарова за его высказывание десятилетней давности. Так вот, тот, в общем, сделал, так сказать, реверанс, он как бы дал понять, что это все демонизация его образа, что он остается верным в русском отношении с Россией. Но главное, что Такаев назначил ему заместителем, как в свое время назначали комиссарами, как Чапаева назначили комиссаром Фурманова. Так вот, он назначил ему заместителем русского специалиста, я не помню его фамилию, молодого человека, который родился в день получения Казахстана независимости в 91-м году. День в день. Вот он, так петь, будет олицетворять аккуратную нерусофобскую политику главного пропагандиста в официальном Нур-Султане. Пока еще Нур-Султане. Спасибо большое. Это был Аркадий Дубнов, эксперт по странам Центральной Азии. Сегодня появилась информация о том, что лишили своих постов оба зятя Назарбаева и муж его дочери Алии, и муж его дочери Дориги. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайтесь для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.